Жители Слободзеи требуют навести порядок на кладбище. Оно буквально тонет в мусоре. Свалка практически накрыла могилы. По звонку на горячую линию выехал Юрий Чернявский. Навещаю могилы своих родных. И мне очень неприятно, что они у меня лежат прямо в мусоре, в свалке. У Веры Крошмаль сердце кровью обливается. Здесь на кладбище, прозванном в народе украинским, похоронены ее мама и супруг. Две могилы рядом. Будь они живы, говорит женщина, точно бы обомлели от такого отношения. Еще чуть-чуть и надгробие завалит мусором. Они не заслужили этого. Но помочь мне никто не хочет. Вера Крошмаль работает врачом-лаборантом в местной поликлинике. Она специально отпросилась с работы, чтобы показать, во что превращается кладбище. Прямо возле крестов мусор, который, по ее словам, в этом году ни разу не вывозили. Я пришла в этом году убирать моих родных. Вы верите, этот мусор был прямо на гробничках. Я руками это поднимала. И это не единственное место, куда люди сносят мусор, говорит Вера Дмитриевна. Кладбище сильно заросло. Когда могилы чистят от сорняков, достаточно кому-то одному снести траву в какое-то место, как там сразу же возникает стихийная свалка. В это место несут все. От пустых бутылок до увядших цветов свинками. Люди придут, опять будут убирать после дождей этот бурьян. Это все будет опять же в этой куче. Я кресты не найду в сторону. Мы уже полтора месяца ведем переговоры с начальником по благоустройству по Слободзею. Полтора месяца он нас кормит обещаниями. Мы обратились в администрацию Слободзей за разъяснениями. Там рассказали, проблема действительно есть. И основная причина в том, что в городе четыре кладбища. Профильная организация не успевает их убирать. Рабочих рук не хватает даже на уборку города. Впрочем, уже завтра на украинском кладбище будет работать техника. Власти обещают вывезти мусор.